Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина Подзорова. Я являюсь контактёром с внеземными цивилизациями. И сегодня рядом со мной присутствует мой куратор, биолог, психолог и специалист по инопланетным формам жизни МИД Гаскаус с планеты Ислер. У нас сегодня в гостях Елена, она в профессиональной специальности и хочет задать моему куратору несколько вопросов. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Приветствую тех, кто осуществляет сегодня техническую поддержку и наших уважаемых зрителей. Приветствуем вас. МИД говорит, я тоже вас приветствую. Благодарю за то, что вы пришли к нам со своими интересными вопросами. И он говорит, я готов отвечать. Спасибо. Первый вопрос. Верна ли эндосимбиотическая теория? Ему лучше пару слов поясняющих термин, они могут немножко понимать. Гипотеза или теория исходит из того, что эукариоты представляют собой результат симбиоза между различными прокариотами. И допускается, что ядро развилось вследствие обособления ДНК из цитоплазмы путем впрячивания плазматической мембраны и обволакивания ядерного вещества. Входным образом могли возникнуть и эндоплазматическая сеть, и аппарат Ольджи. Вот так звучит эндосимбиотическая теория. Верна ли она? То есть, МИД говорит, вы хотите узнать, какова точка зрения Межзвездного Союза на естественную эволюцию микробиологических форм жизни? Да. Да, он говорит, наша наука неотделима от познания духовного мира. Это верно и не только в физике, но и в биологии. Мы считаем, что жизнь не возникла случайно, если по случайности понимать, независимое от разума, сочетание различных органических веществ. Мы считаем, что в материи есть движущая сила, которая управляется божественным разумом. В любом атоме, да, в любом атоме и в любой молекуле есть эта движущая сила, которая позволяет из простых веществ получать более сложные без вмешательства, ну как, разумного, ну как, человека, кого-либо извне. Поэтому на планетах, не на планетах даже, а раньше образование планет, да, 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 хорошо, я помню. Он говорит, наша наука доказана, что еще в протопланетном диске, в котором образуются планеты, уже возможен синтез различных органических веществ и появление из них простейших форм микроорганизмов, которые живут фактически еще на пылинках. Ну, собственно, они говорят, мы исследовали этот вопрос и выяснили, что еще до формирования даже каких-либо планет, жизнь в форме микробов уже появляется вот на таких образованиях. Что касается границ между мертвой материей и живой самоорганизующей системой. Как известно, любая клетка состоит из материальных компонентов, то есть из веществ, то, что вы называете элементами таблиц Менделеева. И сами элементы таблицы Менделеева, которые входят в живую клетку, они по своей сущности ничем не отличаются от тех же веществ, входящих в мертвую материю. Отличаются только их строения. Да, я помню. Живая клетка, в том числе микробная или вирус, не может получиться, пока плазмоидные цивилизации не создадут для нее животную душу. То есть в случае микробов и вирусов это так называемая групповая душа. Она включает в себя жизненную силу и способность к размножению, раздражению, делению, которое входит сначала в форме энергии, в животную душу. И только потом эта животная, групповая душа воздействует на материю таким образом, что собираются различные вещества. Из веществ собираются от стенки клетки. Что касается ядерных и безъядерных форм, считается, что этот вопрос не рассматривался нами как особо важный. Потому что, возможно, как те варианты жизни, то есть безъядерные, как вирусы, так и ядерные, которым содержится ДНК, генетическая информация уже отделенная от самой клетки. То есть когда она становится более самостоятельной. Вирусная форма жизни, она в любом случае должна брать материал извне для своего строительства. Нет, для размножения и для строительства новых вирусов. А автономная клетка, она уже в себе содержит возможности для синтеза, то, что вы называете иноплазматической сетью. А что и с чего получилось, в любом случае причина вот этого воздействия энергии, созданной плазмоидом в животной души. Ну, у нас это, да, он говорит, как бы у вас это не рассматривается, потому что духовный мир не принимает во внимание вашими учеными, а у нас это как бы серьезное учение, без которого не может быть нашей науки. Потому что иначе нельзя объяснить самопроизвольный синтез довольно сложных белковых молекул и нуклеидов, и нуклеотидов, и сборку в одно целое, без присутствия разумной силы. Хорошо, спасибо. В спорте нет однозначной концепции молекулярных основ патогенеза таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. На молекулярном уровне болезнь Альцгеймера вызвана агрегацией двух белков, бета-амилоида и тау-белка, приводящий к деструкции нервных клеток. Ити бета-амилоида в лабораторных условиях закручены влево, а амилоид из мозга пациента закручен в правую сторону. Два следующих моих вопроса. Являются ли бета-амилоиды и тау-агрегаты причиной или следствием нейродегенеративных заболеваний, по чему они образуются? И второй вопрос. Является ли закупорка или блокада энергетического канала низковибрационной энергии причиной агрегации этих белков или причиной заболевания? Причиной болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера это всегда нарушение патологии на духовном уровне. Тело физическое, физическое тело человека это малая часть энергии их духа, часть которого остается в невоплощенном виде в духовном мире, то что вы называете высшее Я. Часть в форме сознания проявлена через мозг этого человека, а самая плотная часть проявлена в форме энергии материального тела. Чтобы быть проявлены в форме энергии материального тела, мы создаем это тело из веществ, которые поступают от природы той или иной планеты, в данном случае Земли. В чем тоже активно принимают участие разнообразные плазморные цивилизации, которые отвечают за создание стихий Земли и первоэлементов, из которых уже состоят известные вам водород, кислород и так далее. Что касается причин мозговых заболеваний, то, что вы назвали дегенеративными процессами, это процесс обратной эволюции. Эволюция это развитие сознания и развитие структур мозга, которые идут под руководством духовного развития. По духовным развитиям мы понимаем и развитие умственное, то есть постижение нового, ранее неизведанного человеку, и развитие чувств, то есть выражение своих чувств и направление их в более положительную динамику. И развитие, собственно говоря, духовного познания, то есть осознание себе духом, независимым от тела и растворение этого духа в свете любви. Это все вместе, то есть развитие разума, духовного сердца и развитие энергии, то есть воли. Все это вместе мы называем духовным развитием. Мы не делим, как вы, развитие на развитие интеллекта, развитие эмоций, развитие внимания, еще как-то. Мы все это вместе в совокупности называем духовным развитием, так как дух для нас не делим. В чем же тогда развитие отличается от деградат? В тем, что развитие позволяет духу быть ближе к его источнику. Не то, чтобы быть, а чувствовать себя ближе. И чем более развит дух, тем больше он чувствует себя этим источником. Тем больше он сливается с душой мира, то, что вы называете всеобщей энергией, космическим сознанием. Что касается конкретно мозга, все белки, которые вы назвали, многие другие, в том числе более десятка белков, которые отвечают за память, их структура тоже может нарушаться при болезни Альцгеймера. А при болезни Паркинсона может нарушаться система движения. Моторная кора головного мозга тоже там отвечает. Несколько десятков белков за передачу этих сигналов и за их адекватное выражение в мышцах. Ну как, не выражение, а передачу сигналов и их адекватная реакция мышц на эти сигналы. Это уже белки. Но дело в том, что все эти структуры, нейроны, белки, миоциты и так далее, они созданы с целью дать духу возможность развиваться в земных условиях. И тело, по учению международного, при правильном к нему отношении, в любом случае подчинено, ну как бы оно ведомо духом. Вообще-то это справедливо с обоих сторон. Тело, состояние тела имеет влияние на дух. А дух имеет влияние на тело. Но при развитии воли, сознания, веры и силы любви в себе, дух становится управляющим. Но это не значит, что физическое тело становится бессмертным, например, или менее уязвимым к физическим болезням. Это значит, что дух в любом случае выполняет те задачи, ради которых он пришел в это воплощение. Ну, нужно помнить, что физическая причина гибели может быть любой. Но гибель не может наступить, пока гибель от естественных причин не имеет в виду насильственное лишение жизни. Другим разумным духом. А именно от естественных причин она не может наступить раньше, чем готов. Ну, как бы дух готов к переходу. И что бы ни было, главный метод профилактики мозговых заболеваний мозга в старческом возрасте, в том числе потеря памяти, ориентации в пространстве, различных эпохондрических и галлюцинаторных состояний, это как раз жизнь в духе любви, прощения. И главное — желание постоянно познавать новую. Как только этого исчезает, человек уже не верит в добро, засыкливается на своих прошлых обидах, у него дух начинает возвращаться в прошлое, чтобы их проработать. И почему? Потому что ему остается уже мало времени до выхода из воплощения. Высшее я ему подсказываю. И он своей мыслью, своей памятью возвращается в прошлое, сосредотачивается на прошлых событиях, чтобы проработать их и чтобы не уйти в духовный мир с грузом своих негативных блоков. Ну как бы они будут его тянуть вниз, то есть на низкий духовный уровень. А из-за этого он уже не сосредотачивается в настоящем человеке и забывает, он не фиксируется на событиях настоящего и быстро забывает те события, которые происходят вокруг него. Он полностью возвращается сознанием в прошлое и может принимать людей, например, которые вокруг него, за людей из прошлого. Думать, что ему там меньше лет или что он живет не в том месте, в котором он живет в настоящий момент, а там, где он жил там за 30 лет до этого. То есть у него такая фиксационная амнезия некоторая наступает. И это инструмент духа для работы с прошлыми ошибками, но это неосознанно делает дух. То есть если рядом с ним человек, который понимает этот процесс, он может направить его в позитивное русло. А что касается болезни Паркинсона, здесь несколько причин. Это травмы, воздействие токсических веществ, инфекции и то же самое духовные причины, которые скрыты гнев и агрессия, из-за которых дух, чтобы не понизить вибрации, еще больше ограничивает движение тела. Противация. Как активация. Следующий вопрос. Существуют ли стволовые раковые клетки и являются ли они причиной рецидивов? Как можно целенаправленно устранить такие клетки? Раковые клетки, под ними понимается то, что вы называете раковыми клетками. Исследователи Межзвездного Союза выяснили, что по структуре и природе это разные типы организмов. Это могут быть паразитические формы организмов наподобие ваших простейших. наподобие лямбли, трихомонат, токсоплавом и так далее, которые утратили структурные формы, похожие, подобие своим организмам и перешли на... да, мимикрировали подклетки вашего организма. Микроорганизмы, которые вступили в симбиоз с различными микроскопическими грибками и образовали опухоль. Это также могут быть различные кисты, не кисты, а как пузыри, которые уже имеют макропаразиты, которые имеются в виду, созданные гельминтами. Тоже некоторые ваши медики принимают их за раковые опухоли. Также это могут быть и клетки ваши собственные, которые в результате микромутации ДНК перешли на ту форму существования, когда они перестают приносить организму пользу и вырабатывают вредные для него вещества и питаются тканями организма. Но такие мутации в любом случае возможны при скрытых негативных эмоциях, обиды, злости, ненависти направленных на окружающий мир или на самого себя. Значит, часть этих клеток слушается как бы дух и начинает уничтожать то, что может уничтожать. Что касается любых раковых заболеваний, вызванных паразитами, вызванных микробами, вызванных мутациями, общий признак у всех раковых заболеваний это сниженный иммунитет. Раковые клетки образуются в организме даже как бы детей. Каждого из людей, даже маленьких детей. Насчет раковых стволовых клеток, то есть вы стволы называете эти клетки, которые в утробе мамы, из которых растет весь организм, насколько я понимаю. Они тоже могут мутировать, хоть и в редких случаях, но это уже зависит от энергетики родителей. То есть до 14 лет, и пока ребенок утроби, когда родился, и до 14 лет он находится в едином биополе с мамой и папой. И они могут на него влиять, своей энергетикой. И проблемы ребенка в этом возрасте отражают энергетические, психологические проблемы родителей, которые они даже скрывают от самих себя. И в этом их урок в том, что ребенок становится лапанной бумажкой, их непроработанных духовных проблем, решать которые они пришли в это воплощение. И такое бывает довольно часто. Они могли с духом ребенка договориться заранее, что он придет и через свою болезнь покажет им эту проблему. Он сейчас говорит, что да, возможно, саловые клетки будут раковыми. Такой в редких случаях, в любом случае у любых раковых духовная причина. И что они образуются у всех людей, но в рак, эти раковые клетки преобразуются, когда понижен иммунитет, из-за чего тоже есть духовные причины. Некоторые микробиологические виды представляют собой сложнейшие биологические наносистемы. Они могут иметь статор, ротор, вращающийся жгутик протонодвижущийся. Они напоминают электрические моторы. Они уникальны в том, что они регенерируют себя в процессе своей жизни. И даже замена ротора происходит во время его вращения. Вот эта эволюция заложена в пространство, в программу этих видов для устойчивости. Патогенные микровиды эволюционируют быстрее, чем иммунная система человека успевает выработать защитный материал. Мои вопросы. К чему это может привести? Для чего? Для регуляции населения на нашей планете? Или для нашей эволюции? Вообще, по данным Междузвездного Союза, далеко не все виды микроорганизмов открыты землянами. И открыта меньшая часть, описанная открыта меньшая часть, чем то, что существует в природе. Что касается так называемых болезнетворных микроорганизмов, их процент всего около 5-6% от всех видов микроорганизмов. То есть, ну как большинство, они для вас безвредны. И для вас, и для животных, и для растений, и для других биологических форм. Задача микробов в данном случае это поддержание биобаланса среды, когда тела прошлых растений, животных и людей поступают в природу, и их нужно разложить на составные части. И это первое. И второе, это поддержать жизнь в уже там существующих, в еще существующих животных, растениях и людях, чтобы помогать им усваивать там различные вещества, приспосабливаться к окружающей среде и так далее. То есть, микроорганизмы, они везде вокруг вас, в различных формах. Без них, без микробов, невозможно, например, получение ни одного фрукта или овощи. потому что без них невозможно плодородие почвы. Все, что попадает в почву, мертвые остатки растений, животных и людей должно быть переработано в вещества, которые могут усвоить быть растениями. И без микробов невозможно это переработать, так как те вещества, которые раньше входили в состав иных тел, должны быть разложены простые вещества или... А это невозможно за такой же период времени без микробов. И то, даже за большой период времени это невозможно до конца. Там по разным причинам. поэтому существует так много различных видов микробов. Среди микробов, чтобы контролировать их размножение и их популяцию, существуют так называемые вирусы-бактериофаги, которые размножаются в самих микробах и вызывают их гибель и их эволюция уже в приспособлении к этим бактериофагам, чтобы контролировать их численность. Что касается близнецоверных микробов. Некоторые из полезных микробов... Да, нам удалось выяснить, что в период задолго до войны все микробы и вирусы имели способность мирно существовать человек. Потому что у человека была приятная ну как вот сказал сейчас для них благоприятная энергия. то есть микроб как и любое живое существо способен чувствовать своей животной душой хоть и групповой но это хром душа он способен чувствовать тепло заботу любовь и добро направленные от разумного существа и он способен сам своими ферментами как бы об таком существе позаботиться. Вот так как люди с каждым десятилетием после войны стали все больше понижать свои вибрации стали из-за тяжелых условий жизни и общего понижения вибраций планеты которая произошла в результате войны и убийства большого количества людей на одной территории из-за этого светло высоко вибрационным душам стало трудно находиться в этом пространстве и получили возможность прийти к власти более низкой вибрационной веро отсутствие любви к другим к себе и заменение ее эгоизма и микробы некоторые виды микробы они перешли на питание тканями человека живого человека раньше до войны подобное было редкость такое могло быть у ослабленных старых людей травмы которые получили и так далее чем выше сознание тем меньше оно подвергается атаке микроу в том числе естественно и за счет собственного иммунитета который выстраивает задача иммунитета человека это не только уничтожить все вокруг но и выстроить правильные симбиотические отношения с условно патогенной и не патогенной флорой потому что на любую флору даже полезную кишечники во рту и так далее в любом случае иммунитет реагирует и задача иммунитета выстроить правильные отношения с микромиром вокруг правильные отношения состоят в том чтобы не дать возможности микроорганизм повреждать ткани своего организма и в то же время не активизироваться настолько сильно что это может антителами повредить сам организм то есть такой некоторый баланс и этот баланс это силы иммунитета и его способность адекватно отвечать на раздражители различного рода тоже зависит от духовного настроения человека от вибрации его духа от его принятия себя и других такими какие они есть если этого не хватает расстраиваться работа иммунной системы от понижения до локального повышения против каких-то веществ что ведет к аутоиммунным заболеваниям и к аллергическим реакциям и к аутоиммунным гривенарушением вы сказали что прежде чем были созданы микробиофиты был должен появиться животный дух или родовой дух животная душа может из этого сложится родовой или животный эгрегор или он есть уже эгрегор мы называем в астральном мире такие собрания структуры в астральном мире которые состоят из энергии разумных существ их мыслей чувств и желаний так как микробы так как и животные и микробы они не способны сознательно чувствовать и мыслить как люди то у них невозможно создание каких-либо эгрегор они просто есть они просто реагируют они просто чувствуют они просто сейчас у них нет смысла каких-то мыслей ну как-то законченных мыслей они просто реагируют на этот мир так как воспринимают эгрегором они называются это создано разумными все-таки существами они животными у меня два вопроса микоплазма генитализ и уреоплазма уреолитикум это так у них нет клеточной стенки но есть ДНК и РНК способность к размножению есть такая особенность что их лечат длительно но это вызывает резистентность к антибиотикам такой вопрос эффективно ли лечение с одномоментным приемом двух грамм от цитромицина как пример да я смотрела нескольких людей с подобными микробами значит здесь все зависит от локализации воспространенности процесса от иммунного ответа ткани организма и от сопутствующей микрофор то есть если вместе с уреоплазмой микоплазмой и хламидией выявляются простейшие наподобие трихомонад то нужно помнить что трихомонады так как они больше являются хищниками они могут питаться уреоплазмами и другими микробами которые вы перечислили но при этом эти уреоплазмы микоплазм и хламидии могут длительное время выживать внутри трихомонады если не уничтожить вначале трихомонаду если она выявляется при диагностике а лечить просто внутриклеточные микроорганизмы это будет неэффективно так как при распаде трихомонады потом когда она по каким-либо причинам ее клетка погибнет и те которые были в ней уреоплазм и каплазм они выйдут опять же в клеточную среду и начнут свое разложение первый момент второй момент без лечения второго партнера даже если у нее симптомы лечение будет неэффективным чаще всего и третий момент если есть подавление снижение иммунитета то обязательно корректируем это какими-либо иммунодуляторами предпочтительнее конечно полиоксидонии или головин ну если серьезные нарушения иммунитета то нападу бетимолин дальше если есть сопутствующие микрофлора грамма отрицательная например и что бывает часто у мужчин которые занимаются нетрадиционными формами секса вы имеете в моче половую то есть из мест не свойственных половым путям попадают грамма отрицательных форм предписательные влевую та же самая то что находится различные виды спирохет которые находятся в ротовой полости можно было без образов обойтись не ничего особенного я понимаю что ты биолог или кишечная палочка и протеус вульгарис который находится в кишечнике не ну он просто сейчас немножко удивляет что здесь смешного я просто нет я тоже нет ну как будет это смотреть наше зрительство да я понимаю он говорит как бы об этом нужно рассказывать потому что многие потом не могут вылечить воспаление мочеполовых путей и потом у них это переходит в пилонефрит почечно-каменная болезнь повышенное давление и так далее теперь у меня вопросы по акушерству ЭКО это оплодотворение без обмена энергиями партнеров если взять к примеру ИКСИ это интроцитоплазматическое ведение сперматозоидов спура не безболезненная фолликулы получают путем функции яичников а сперматозоиды при функции яичек оплодотворенная яйцеклетка лишена общей жизненной родительской части энергии мой вопрос сказывается ли это на результатах имплантации вынашивания здоровой беременности по Европе это число составляет от 35 до 45 процентов если зачатие затруднено обычным методом и требуется проведение вот таких вот внематочных операций ну как бы внематочного оплодотворения это уже говорит о гормональных нарушениях в организме либо о непроходимости там маточных труб и так далее это на физическом уровне на уровне духовном возможно вариант когда дух просто не выбрал этих родителей для воплощения никто еще их не выбрал но если их никто не выбрал в любом случае эти попытки не принесут успех то есть это даже оплодотворенные успешно если клетка она в любом случае не будет развиваться просто погибнет через несколько дней так как жизненная сила которая там изначально содержалась в этих клетках она просто иссякнет а дух не придет к зачатии своей жизненной силой чтобы она делилась все дело в том что дух любой дух он становится свидетелем своего зачатия мы все присутствовали при моменте когда мама с папой начинали наше тело мы стояли рядом со своими духовными проводниками ангелами которые нас привыли в материальный мир когда там остала наша очередь воплощения мы могли долго ждать этой очереди или недолго но в любом случае мы пришли в этот мир с ангелами проводниками которые привели нас и уже имели свой план воплощения то есть что мы будем делать к чему будем стремиться какие качества развивать а какие в себе подавлять и когда яйцеклетка соединяется с эсперметозоидом независимо от того случается ли это в матке или вне матки в любом случае или в каком-либо сосуде в любом случае дух если он находится рядом он в этом соединении вводит свою жизненную силу в первую клетку своего будущего тела дальше он когда она начала делиться дух находится рядом с мамой ну он может отлучаться там в астрал куда-то летать там и так далее но в любом случае его жизненная сила уже присутствует и когда он достигает возраста примерно 7 недель у землянина этот плод дух может полностью войти в это тело и уже приспосабливаться к нему ну естественно он может его покидать то есть когда вы даже на данных УЗИ видите что ребенок спит утроги мамы это говорит о том что его астральное тело дух отсутствует но он все равно уже связан жизненной нитью с телом как вот у обычного спящего человека то есть по сущности нерожденный ребенок эмбрион на какой-либо стадии он не находился он по сущности ничем не отличается от уже рожденного ребенка кроме возраста и по да по правилам межзвездного союза у любого эмбриона должны быть такие же права на жизнь как и у рожденного ребенка а если у вас бесплодные пары на вашей планете есть только они не бесплодные они сами ну как бы они не они не чувствуют своей миссии приведения в мир духа у них другая миссия следующий вопрос есть ли аура у плода ну да жизненная сила есть конечно жизненная сила что касается эфирного тела что касается астрального ментального и так далее это у него формируется в том плане что дух который пришел он пришел своим разумом и так далее но он начинает формировать уже оболочки вокруг своей ауры то есть свое собственное ментальное тело астральное тело и так далее он начинает их формировать когда ребенок начинает испытывать собственные чувства. Но они в любом случае являются, его аура является проявлением через тело его разумного духа. Как влияет ультразвуковое обследование на плод? По моим наблюдениям, будущие дети не очень это им нравится. Они отворачивают, закрывают лицо, уши. Дело в том, что они реагируют не на сам ультразвук, он выше их возможности рецептора, но они могут реагировать на то, что этот ультразвук колеблет вокруг них жидкость, околоплодная жидкость, по которой начинают идти такие вибрации, которые непривычны для... Они не то, что болезненные, они просто пугают. Они могут оказывать давление ему на глаза, на уши. И он, ну просто, так как он находится в той свете, которая только приспосабливается через рецепторы, и ему трудно понять, что происходит в этом новом для него мире, и он начинает реагировать просто своими инстинктами, животными, которые есть у любого человека. Понятно. Как проходят роды у вас на планете? Есть ли роддома? Акушерки? А врачи? Нет, у них проходит в доме, ну как бы у них больше как бы нет, у них больницы, ну в больнице не отвода, то есть у них нет такого понятия. У них не в больницах, у них дома проходит. То есть это каждый может сделать, каждая женщина. Если есть рядом с ней муж ее, то он как бы сам ей в этом помогает, а если нет, значит она может позвать там какую-нибудь подругу, там маму, ну какую-нибудь другую женщину. Потому что муж может отсутствовать. Даже бывает, что помогают старшие дети. Как роженица управляет своими болями? Она не воспринимает это как боль, потому что она воспринимает эти ощущения как... Ну просто как сокращение мышц, которые приведут к выталкиванию... То есть она себе говорит, что эти ощущения абсолютно нормальные, и она себе как бы внушает, что она не чувствует боли. И ваши женщины тоже так могут, если их правильно научить, к этому процессу подготовить, тоже они могут минимально там испыть. Контактирует ли женщина со своим ребенком во время родов, и помогает ли он ей, ну допустим, не запутаться в пуповине, правильно войти в родовой канал? Да, она может с ним общаться, с его духом как бы, на моментальном уровне, и папа может с ним общаться. Она с ним общается, учит этому девочек наших, еще в школе. То есть учит, что когда ты забеременеешь и будешь носить ребенка, ты можешь с ним мысленно разговаривать, пойти в контакт с его душой. Спросить, для чего ты выбрал именно меня. Были ли мы с тобой знакомы в прошлых жизнях? Какие у нас общие программы? Ну, то есть это все можно выяснить. И этому действительно учат, и привыкнув разговаривать во время беременности, конечно, у нас с ним войдет в контакт во время родов. А если она не разговаривала, например, с женщинами на земле во время беременности, то ей сложно будет настроиться во время родов. Мягко говоря, я боюсь, ей будет не до этого. Следующий вопрос. Присутствуют ли духи из родового эгрегора или духовные группы при родах? Могут быть, ну не всегда, могут прийти, то есть при совершении своих наставников, которые им ангелы, консультанты. Для чего у новорожденных большой и малый роднички в энергетическом плане? Ну, он говорит, что в энергетическом плане это отражение, это в физическом теле отражает формирование чак. То есть открытые роднички, они показывают в физическом теле то, что у него как бы открыто окно в духовный мир. Выкует мнение, что детей нежелательно гладить по голове, чтобы не блокировать поток энергии. Это так? Этим не заблокируешь поток энергии. Не гладить по голове, это просто опасение, что взрослый может не соизмерять свою силу, например, как-нибудь надавить и так далее, и нанести ему травму какую-нибудь. В принципе, энергетически это безопасно. Тем более, это делают родные люди с любовью. Да, понятно. Я бы хотела, конечно, задать вопрос к женщинам, к кураторам, но прошу тогда МИДа. Какой менструальный цикл у женщин, его продолжительность? Страдает ли женщина от менструальных болей и во время менопаузы есть ли у них климактерические проявления? У нашей физиологии нет таких периодов. То есть у нас нет периодов отторжения у женщин от того слоя внутреннего вещества, который готовится принять ребенка. У нас этот слой постоянно существует в родовых путях женщины. И нет необходимости его отторгать. Потому что у нас нет таких гормональных, не то что скачков, а периодов в куа. У нас постоянно готовы к принятию, к рождению, к принятию эмбриона. И поэтому нет необходимости нашему организму вырабатывать тоже прогестроны и отторгать это. Теперь вопросы из гинекологии, которые тоже могут быть психоматически или энергетически взаимосвязаны. Почему происходит подавление женских гормонов мужскими у женщин? Связано ли это с преимуществом мужских воплощений? Это может быть связано с чем угодно. Это может быть связано с ее непринятием женского тела, например. Даже с какой-то скрытой обидой или злойством на маму или на саму себя. За какую-то часть своего тела, которое кажется ей не такой совершенной, как она себе нарисовала воображение. Это может быть связано с обидой на отца и его непринятием мужских качеств и в то же время желанием их иметь. То есть легкая форма зависти. И тогда организм начинает реагировать гормональным сбоем на то, чтобы ей показать, что эти ее внутренние и духовные проблемы связаны с мужским полом. Понятно. Спасибо. Есть ли зависимость возникновения кистичников и миомы матки от недосказанных или подавленных эмоций? Да, миомы матки и кисты, они могут быть по разным причинам. По причинам воспалительных, постоянных заболеваний, вызванных заболеваниями, перезариваемыми половым путем, плюс низкий иммунитет. Могут быть вызваны гормональными сбоями, которые обуславливаются как раз блоками, то есть негативными блоками в чакрах. Во второй чакре, которая отвечает за отец рождения и за семью. В первой чакре, которая отвечает за чувства безопасности, в том числе в том обществе, где человек находится и так далее. Блоки эти формируются невысказанными обидами, претензиями, непринятиями другого человека. И бывает, что опять же не принимает женщина в себе свою женскую суть, не верит в то, что она может быть интересна, например, мужчинам, или просто не хочет заводить с ними семью по каким-либо причинам ей. И по этой причине ее дух, чтобы не испытывать полового влечения и не быть привлекательным для мужчин, он просто делает гормональный сбой, из-за которого начинаются проблемы с половыми органами, наподобие доброкачественных опухолей. Или таких болей, как предменструальный синдром или эндометриоз, который приводит к тому, что женщине неприятна сама мысль о половой близости. Рак матки может возникнуть из-за негативных чувств к своим детям или к нему мужу вообще. Или даже к тому мужчине, который, например, в детстве проявил над девочкой насилие, в том числе сексуально. В вашем мире, к сожалению, эта проблема актуальна. То есть могло произойти между мужчиной и девочкой сексуальное насилие, когда она была еще маленькой. Но она никому, например, об этом не рассказала, так как нет доверия между ней и ее мамой, например. Но она не проработала эти чувства в себе. Они в ней собрали блок, который уже во взрослом возрасте вызывает, в том числе рак, половых органов, так как ее подсознательные мысли и стремления направлены на уничтожение этого человека. Она не может его простить, так как она считает, что прощение — это оправдание. Но прощение — это не оправдание. Прощение — это принятие человека таким, как он есть, с пониманием причин истинных. Почему он так сделал? И понимание того, что такой преступник тоже является частью Бога, но он настолько понизил вибрации, что он уже не чувствует счастья без того, чтобы не сделать кому-нибудь плохо. И только свет любви, направленный ему, может растворить этот Бог и помочь ему стать светлым, божественным существом. Спасибо. Дата рождения привязывается к той судьбе, которую выбрала душа при просмотре перед очередным воплощением. А весь сценарий составляет духи, а также сценарий родов. То есть, каким образом женщина будет рожать, какой персонал при этом будет и прочее. То же самое со смертью. Если сценарий смерти составляется духами, то нельзя не отметить у этих существ огромный арсенал вариантов и даже чувство юмора. Ну, да, смерть — она тоже, ее срок и ее причина. Вот насчет духов, существующих рядом, это не всегда обязательно прям все это фиксируется. Ну, насчет смерти, причины смерти и ее срока. Это определяется давно точно. Но дух может изменить течение жизни. Как в меньшую сторону срока воплощения, так и в большую. То есть, зависит от того, как он развивает свои качества в этом воплощении и от того, что если он, например, развивает их слишком быстро, здесь может быть двоякое решение его наставника. Либо оставить его в воплощении на срок больше, чем предусмотрено, чтобы он за одну жизнь сделал то, что планировал за две или за три. А бывает противоположное решение — прервать ему жизнь раньше срока, чтобы он мог пойти уже с новыми качествами в иной мир, в воплощение иной мир. Или начал работать в духовном мире, потому что там именно такой работник, такой сотрудник, нужен силу вибрации. Так, где граница этих стараний? Ну, он говорит, здесь важно определить приоритет. То есть, для чего вы вообще живете, ваша цель. Ваша цель — прожить на земле как можно дольше или развить в виду. И вот уже от этой цели зависит ваше желание, чувство и мечты, которые вы можете, вы будете проявлять через свой мозг. Аскеза. Как она влияет на повышение вибрации и сознания? Она влияет положительно в случае, если аскет ограничивает себя в чем-то без осуждения этих вещей и без осуждения тех людей, которые себя в этом не ограничивают. И второе, если этот аскетизм умеренный, то есть он не связан с причинением вреда телу. Если идёт причинение вреда телу, то отвергается идея, что в теле тоже содержится Божественный Дух. То есть тело уже не становится храмом для Духа, храмом для Духа Святого. Оно становится как бы лишней частью Духа, которую нужно медленно уничтожить. Это уже признает понижение вибрации. Причём это индивидуально для каждого человека. Для одного, для духовного развития, для одного подходит больше аскетизм. Для второго, наоборот, подходят те формы духовного развития, которые его не включают. А включают, например, позволение себе всего, но в мел. То есть это зависит от индивидуальных особенностей Духа и от того отношения его к самому факту ограничений. Для кого-то, например, ограничения по еде, в половом поведении, в еде и так далее, они помогут перевести своё внимание на более высшую духовную сферу. То есть отвлечься от материальных чувств, ощущений тела и сосредоточиться на своём Духе. А для других это же действие вызовет скорее негативную реакцию, уныние, грусти и постоянные воспоминания об утраченных материальных удовольствиях. Причём, если им дать возможность испытывать эти удовольствия, то они благодаря за них, Бога, они будут духовно развиваться и делать добро. То есть зависит от того, если он это с эгоизмом принимает эти удовольствия, то ему надо ограничить. А если он принимает с благодарностью, то можно как-то неоплотить. Есть ли гормоны страха убитых животных в мясе и его продуктах? И какая энергия в них? Да, конечно, гормоны страха есть. Убитых вообще гормоны страха, что такое гормоны страха? Они есть в ваших организмах. Адреналин, адреналин, кортизол, они вырабатываются вами, не только вашим организмом, не только при страхе, но и при раздражительности, унынии и так далее. То, что вырабатывается вашими, например, надпочечниками, оно поступает напрямую в кровь. И оказывает действие на организм в малых количествах стимулирующую, а в больших количествах понижающую иммунитет, вызывающую проблемы с суставами, с мышцами, с сердцем и так далее. Что касается гормонов, которые происходят через пищеварительный тракт, гормоны – это вещества белковой природы. Как вы знаете, любые вещества белковой природы, в том числе гормоны, в лекарствах, в медицинских лекарствах Земли, они вводятся в основном парантеральным путём. То есть, минуя желудочно-кишечный тракт. И вы, как врач, хорошо знаете причину такого введения. Дело в том, что пепсин в желудке, соляная кислота в желудке, а также трепсин и химио-трепсин в желудочной железе очень эффективно разлагают любой белок на аминокислоты. То же самое произойдёт и с тем гормоном, который попал к вам через пищеварительный тракт. О чём это говорит в данном случае с мясом? Это говорит о том, что тот адреналин, который содержался в крови и в тканях животного, он будет разложен на аминокислоты и использован для... усвоен через ворсинки кишечника тонкого, пойдёт в печень и будет использован для синтеза ваших белков. Если вы съели, например, кусок мяса говядины, те белки, которые содержатся в мясе этого животного, они не могут стать вашими, потому что у вас иное ДНК. Ваши белки и белки коровы не совпадают. Значит, организм должен что-то придумать, чтобы их перевести в ваше. Придумано как раз, ДНК придумало производить такие ферменты, которые разбивают их в составные части, и из них строят уже ваши. И уже нет никакой разницы от того, гемоглопин это будет, адреналин это будет. Какой-либо белок кожи там. Или там тот же самый, если вы едите там говяжью печень, какие-либо многочисленные входящие там в неё белки. Или вы если едите рыбу, её белковый состав ещё более отличается от вас, чем белок коровы. И так далее. А если вы едите растительный белок наподобие чечевиста, он ещё больше отличается от вашего построения и структуры белков. Всё это в любом случае должно быть переработано. Если вы едите мясо в больших количествах, более 5% от рациона, туда входят и рыба, и мясо. То, что вы называете живыми формами, животными формами жизни. Больше 5% от рациона, если вы кушаете в сутки мясо, то вы автоматически сокращаете, резко сокращаете потребление растительных продуктов, которые тоже содержат необходимые вам вещества. Почему сокращаете? Потому что мясо – продукт очень энергетически насыщенный калорийный. Если вы едите много, вам просто не захочется съесть что-то другое. И второй момент. Вашего трепсина, химиотрепсина и пепсина может не хватить для переваривания этого мяса. И тогда оно необработанное попадёт в толстый кишечник, где живёт ваш необходимый вам микрофор. который будет питаться этим мясом, разлагая уже его, вот этими белками. Отчего получатся сероводород и так далее, ацидоз крови, запоры и тому подобные вещи. Ну, в принципе, да, эти проблемы легко… Эти, конечно, проблемы, они довольно легко решаются, если они не начались недавно. А если человек уже постоянно живёт вот в этом вот питании, то у него повышенная чувствительность к простудным заболеваниям, пониженный иммунитет, слабость мышц, головные боли и так далее. Потому что сами микробы, которые живут в кишечнике, переваривая те белковые продукты, которые поступили в толстый кишечник, на которых не хватило ваших ферментов, причём что мясо, что молоко, что белковые продукты растительные, там, горок, сои и так далее, они специальными ферментами подавляют перистальтику кишечника, чтобы эта пища подольше оставалась в просвете кишечника и нужно было ей дольше питаться. Что ведёт к некоторым атониме, запорам, вздутию живота и интоксикациям? Это такой вот у них приспособительный механизм, чтобы, можно сказать, вкусно покушать то, что вы купили за свои деньги. Как вам видится и Грегор Германии? Какая программа у этой страны? Много ли здесь высокоразвитых душ? Много здесь кого? Высокоразвитых душ. Ну, я этот вопрос не изучала именно по странам. Я говорю, что во всех странах примерно одинаковое количество высоковибрационных душ самые частые уровни воплощения на Земле от пятого до пятнадцатого. То есть вот эти вот десять уровней духовного мира воплощаются чаще всего. Примерно в 60% случаев. То, что пятого и выше шестнадцатого воплощаются реже. Причём, чем ниже уровень или чем он выше, тем он реже встречается. То есть вот такой вот пятый, шестой, седьмой, восьмой и вот до пятнадцатого. То есть вот эти десять уровней. Это были данные примерно лет пять назад, как я изучала их у своего наставника из духовного мира. Можно тогда сказать, что в Индии воплощаются высоко вибрационные души выше пятнадцатого уровня. Но тогда почему там так грязно? В Индии? Материально, да, где много верующих, много учителей, йогов. Нет, он говорит не в Индии, не в Германии, а просто в общем на Земле. Он говорит, что планета Земля, он учит по странам, там не учит, там учитывают, кто на Земле ведет. А почему в Индии так? Во-первых, у них очень большая численность населения. Во-вторых, у них отношение к физическому миру вот такое вот, что неважна физическая реальность. важно только духовное. Это может сосредотачивать действительно достижение каких-то психических или духовных качеств, а когда человек сосредотачивается на чем-то одном, он автоматически теряет внимание к другому аспекту к реальности. Так бывает и в случае с материалистами, которые сосредоточившись на чистоте физической, на забывании денег, забывают какие-то духовные аспекты. Наоборот, так бывает, когда сосредоточился на духовных или интеллектуальных качествах, может забывать про физические аспекты. В вашей психологии это известно, например, как проявление шизоидного темперамента. То есть, когда человек выглядит шизоидом, то есть, это такой тип характера, который может думать о каких-то отвлеченных абстрактных вещах духовном мире, как мы это называем, но при этом направляет туда внимание настолько сильно, что ему становится безразличным его физический вид, в том числе гигиена его собственного тела и одежду. Это не является патологией в широком смысле слова, это признак того, что он сосредоточен на чем-то одном. Вопрос, является ли это хорошо или плохо, мы считаем, что в любом случае это его уроки, которые он должен пройти, то есть, гармонизация с этим телом, которым он воплотился. То есть, пока он не научится правильно распоряжаться этим телом, одеждой, домом, то он не научится развивать в себе духовные качества и наоборот. Он сейчас говорит, как бы, все должно быть гармонично у человека. Логично. Глупость – это эволюционно молодая душа или кармическая отработка? Кто? Глупость, проявление глупости – это признак эволюционно молодой души или это все-таки… А он, вот как понимаете, как недостаток знаний или опыт, или чего? Недостаток знания, ненаработка знания, при желании наработать эти знания. Он говорит, что это признак того, что ему неинтересно познавать мир. Чаще всего это причина того, что в нем есть скрытые чувства, какой-то некогда разочарованности, потому что разочарованность, уныние, неприятие этого мира, возможно, какой-то скрытой обиды на окружающую. то есть то, что называется лень к получению знаний, у нас нет такое понятие лень, у нас есть понятие уныния, то есть нежелание направить свою энергию в определенном направлении. И это может быть по многим причинам, но самая главная причина в том, что человек просто может привыкнуть жить так, как он живет, и он не желает ничего менять. И у людей, я тоже изучала этот феномен как психолог, у людей Земли очень сильная инерция сознания, которая проявляется в быстром создании привычки, хоть хорошей, хоть и плохой, и в долгом доминировании этой привычки в поведении человека и в агрессивной реакции на людей, которые придерживаются иных, чем он, убеждений. Эта агрессия простикает из-за самозащиты, инстинкта самозахранения и самозащиты привычного и удобного образа жизни, в котором не нужно ничего менять. Страх перемена возникает именно из-за инертности сознания. Наши ученые считают, что инертность сознания проявляется из-за того, что в вашем теле существует много ДНК, приматов и 45%, то есть больше, чем в Урхасах, например. И это обуславливает инертность материи в проявлении своего духом муратом. Теперь вопрос о раскрестившихся. Они открепляются, к примеру, от крестьянского эгрегора и присоединяются к родовому. Что теряется или приобретается при этом, если все происходит осознанно и без негативного эмоционального сопровождения? Да, это раскрещивание. Сейчас мы уже мир аккаунт задавали, ну ладно, сейчас. Ну да, я помню. Мид говорит, что слово раскрещивание для эгрегора не существует. Кто говорит слово раскрещивание, он не понимает самой сути крещения. Крещение это не создание зависимости от какого-то эгрегориальной структуры, а это обещание и одновременно просьба Богу, проявленном в том или ином учении, о повышении своих вибраций. Если человек ее не выполняет, это обещание своих, то он уже автоматически и не просит повысить свои вибрации. То есть развивать себе доброе качество, которое принято в этой религии. Если он этого не делает, не стремится проявлять в своих делах, в своих практиках, то он автоматически считается непринадлежащим к этому эгрегору. Даже если он формально выполняет обряды, они не принесут ему пользу, если он не верит. Если он не верит в силу этого Бога, Христа, в данном случае, если он не верит в то, что он должен нести христианское учение тебе, если он не стремится развивать в себе качество Христа, обрещение для него просто формальность, которую когда-то соблюли, но она никак не влияет, он уже не прикреплен к этому Грегору. К Грегору прикрепляет не священник, к Грегору прикрепляет сам себя человека своей верой. То, что ребенка когда крестит, это по вере родителей, то есть родители начинают за него молиться, они начинают выпускать на него, излучают на него энергию Грегора. до тех пор, пока ребенок не придет в сознательный возраст и сам не решит оставаться ли ему в этом учении или выйти. У христиан, которые крестят детей, возраст самостоятельной сведения обычно 7 лет. То есть уже в 7 лет человек может определиться, желает ли он исполнять эти заповеди, оставаться в этой вере или выйти из нее. Если он не считает нужным исповедовать свои грехи, причащаться и вообще принимать христианскую мораль и христианский образ мыслей, то он вышел уже не подключен, так как он был подключен по вере в своих старших родственников и священника. Но так как он уже пришел в сознательный возраст, он проявил свою волю и он уже не изучает этих вибраций. Еще он отсоединяется от него. Верно тяжестью. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok